автомобиль прекрасно рулится все на своих местах рычаг кпп руль вы можете отрегулировать под себя посадка довольно высокая пейзаж за окном только говно пейзаж за окном и всем привет в нашем сегодняшнем видео обзоре peugeot эксперт в его на дворе январь крещение а у нас сегодня видео обзор про автомобиль peugeot эксперт в грузовой версии которую мы переделали специально для перевозки медикаментов что у нас получилось мы вам сейчас подробно и расскажем от нашего клиента поступила задача подготовить полнокомплектный рефрижератор для перевозки медикаментов после подбора разных вариантов мы остановились на полнокомплектном варианте на базе автомобиля peugeot французская марка которая поставляется сюда к нам на наш рынок в виде различных модификаций шасси а также цельнометаллических автомобилей малого модельного ряда peugeot партнер типе среднего модельного ряда peugeot эксперт и большого модельного ряда peugeot боксер у которого большое количество вариаций с кубатурой от 8 кубов до 16 кубов внутреннего объема в цельнометаллическом исполнении французская марка поставляется на российский рынок довольно давно и имеет большое количество дилерских сервисных станций поэтому проблем с обслуживанием у вас не будет в модельном ряду peugeot эксперт имеется как грузовая версия представленная у нас так и пассажирская грузовая версия которая была выбрана нами идет с индексом l1 h1 ее полезный внутренний объем до утепления составляет 5 кубов есть у peugeot модификации l2 h1 у которой внутренний объем уже 6 кубов но колесная база длиннее на 122 миллиметра и третья версия которая есть в этом модельном ряду это l2 колесная база и высокая крыша h2 в этой модификации 7 кубов полезного объема внутри и внутри его отсека поэтому при выборе автомобиля для вас учитывайте что есть 5 6 или 7 кубов внутреннего объема который мы для вас можем подготовить полное название версии которую мы выбрали для застройки такова peugeot эксперт в модификации l1 h1 соответственно у нас колесная база 3000 миллиметров внутренний объем грузового отделения 5 кубов которую мы подвергаем переработки в рефрижератор при этом габаритные размеры нашего автомобиля таковы длина 4 805 ширина 1895 и высота 1942 миллиметра от земли но это без учета установки холодильного оборудования имейте в виду если вы въезжаете в какие-то помещения где есть ограничение по высоте по левой стороне автомобиля располагается горловина топливного бака наш бак объем 80 литров горловина у него запираемые с ключа у нашей грузовой версии есть задние распашные ворота а также боковая сдвижная дверь вот в этом месте но в нашем исполнении это двери заглушена коротко о параметрах автомобиля которые вам нужно знать колесная формула 4 на 2 привод у нас передний передняя подвеска у нас независимая типа macpherson здесь установлены дисковые вентилируемые тормоза на передней оси также установлены колеса 15-го радиуса усиленные с индексом c задняя подвеска у нас зависимая здесь установлена поперечная балка также присутствует в базовой комплектации дисковые тормоза шиновка у нас односкатная на задней оси установлены также 15 колеса с индексом c из системы активной безопасности на автомобиле установлен abs и система помощи при экстренном торможении капотом у нас установлен турбированный дизельный двигатель объемом 1 из 6 литра его мощность 90 лошадиных сил возможно также установить сюда дизельный двигатель объемом 2 литра его мощность уже будет 120 лошадиных сил крутящий момент у нашего мотора 180 ньютон-метров он работает в паре с механической пятиступенчатой коробкой переключения передач и отличились не только под капотом разместив буксировочный крюк вот здесь в российских условиях его вероятность потерять 99 9 ну и вместе расположение рычага открывания капота он больше кнут похож на катапульту при этом ручник также расположили они слева от водительского сидения французы заглянем теперь салон у нас трехместное исполнение одно место водителя два места для пассажира есть некоторое количество систем пассивной безопасности такие как ремни с преднатяжителем с регулировкой по высоте airbag водителя airbag для пассажира не предусмотрен и куча разных приятных мелочей о которых мы сейчас с вами поговорим что у нас здесь есть электростеклоподъемники центральный замок с управлением и открыванием с ключа а также две специальные кнопки которые отдельно закрывают двери отдельно закрывают грузовой отсек обе двери и боковой сдвижную и задние распашные при начале движения у вас автоматически срабатывает запирание дверей это очень приятная опция для наших широт электро зеркала заднего вида у нас управляются с помощью вот этого джойстика имеет функцию обогрева разделены на две секции верхние с подогревом имеет возможность регулировки нижняя асферической для обзора мертвых зон она без регулировки рулевая колонка у нас регулируемые в двух направлениях вверх вниз и вперед назад здесь располагается специальный рычажок сиденье водителя у нас регулируется в трех направлениях вперед назад вот такой вверх вниз можно подлететь если у вас небольшой вес и трясутся головой и по углу наклона самой спинки спинку тоже если не придерживать то можно спинкой получить в нос в нижней части обшивки есть пару карманов один виде подстаканника для какой-то бутылки и различные бумаги отвертки все что угодно с левой стороны от рулевой колонки также располагается подстаканник здесь вы можете поставить стаканчик горячего кофе глубине вот в этом месте располагается корректор фар вот он наш флажок небольшой карман под рулевой колонкой там глубине есть диагностический разъем и соответственно рычаг для управления дальним ближним светом и поворотниками щиток приборов имеет янтарную подсветку хорошо читается содержит себе самый стандартный набор сигнальных лампочек и контрольных приборов поэтому подробно на нем останавливаться не будем с правой стороны от рулевой колонки у нас есть рычаг для регулировки дворников стеклоочистителя и на центральной тоннеле соответственно мы имеем кнопку включения центрального замка кабины который говорю кнопку включили запирание грузового отсека обеих дверей модуль для регулировки климата в нашей комплектации также есть штатный кондиционер который мы при установке холодильного оборудования для нашего клиента сохранили в базе комплектации также идет специальный жидкостной догреватель двигателя это очень хорошая опция которая есть только на французах в таком исполнении как догреватель потому что зимой у нас холодный и очень важно чтобы дизельный двигатель мог прогреваться до своей рабочей температуры но и банальный водитель просто не замерз поэтому здесь установлено на фордах есть полноценный предпусковой отопитель который работает во время того как двигатель не заведен здесь вон также установлена розетка на 12 вольт и два отделения под магнитолу в одну из которых мы установили регистратор температурных данных так как у нас перевозка медикаментов там есть требования по распечатке специальной ленты отчета при этом этот регистратор должен иметь сертификат поверки в противном случае ваша лента юридически не имеет никакой силы соответственно наше устройство предполагает возможность распечатки специального чека здесь встроен маленький принтер для того чтобы ваш регистратор имел юридическую силу он должен иметь специальный сертификат оповерки выглядит это вот таким образом и дается сроком на один год в котором указывается ваш конкретный заводской номер вашего прибора и этот заводской номер также отпечатывается в вашем чеке только с таким сертификатом ваша лента отчет имеет юридическую силу и вы можете быть защищены и случае если будет какие-то сложности или нарушение температурного режима либо какие-то проблемы имейте это в виду это новые современные требования для пассажиров у нас в правой части торпеды есть только некое огромное огромное углубление которое больше похоже на какую-то чашу можно складывать яблоки и бардачок небольшой компактный но достаточно для этого автомобиля а подстаканника ногами правого пассажира выполнен специальный лючок внутри которого располагается аккумуляторная батарея с учетом россии и грязи с лякать и тани таяние это не самое удачное решение потому что внутрь этого лючка может попасть вода и аккумулятор соответственно может испортиться самое интересное естественно кроется внутри грузового отсека что же мы там такого сделали чтобы этот автомобиль был предназначен для строгого соблюдения температуры перевозки для медикаментов и так давайте туда заглянем наши задние распашные двери на нырь вася вася я жутко извиняюсь какая-то непонятка произошла кнопка там кто-то не нажал но мы тут тут у пацанами порешали исправили вася теперь заглядываем наши задние распашные двери имеют механизм фиксации в открытом положении открывается на угол 90 градусов сразу вы можете увидеть что наши двери утеплены специальными панелями внутри которых изготовлены специальные заглушки которые скрывают саморезы это сделано для того чтобы вы могли снять эту панель и добраться до каких-то внутренних элементов узлов ручек на этой двери а на этой для фонарей освещения заднего знака и произвести какие-то ремонтные работы на этих панелях также установлены специальные уплотнители к заводским штатным идут специальные для именно нашей двери с учетом всех выемок все продумано на этой двери также располагается наш логотип утепление выполнила наша партнерская компания кроссе и для нас сделали небольшой подарок вырезав нам вот такого пластикового слоника нашего любимого самое время заглянуть внутрь пространство грузового отсека утеплено специальными изотермическими сайлович панелями толщина которых составляет 80 миллиметров такая толщина нами была выбрана специально для того чтобы обеспечить максимальную изотермичность нашего отсека это делается для того чтобы снизить точку риска потери продукции когда на улице будет жара выше 30 градусов или например когда на улице будет отрицательной температуры ниже 20-25 градусов по нашего утепленного отсека выполнен виде листа рифленого алюминия он у нас практически цель не имеет один стык только вот там в углу внутри нашего отсека с левой с правой стороны располагается специальные направляющие внутрь которых можно установить пол тем самым разделив отсек на два яруса на два этажа если это вам нужно соответственно вы можете докупить специальную вставку и у вас будет здесь два яруса внутри отсека располагается испаритель нашей холодильной установки мы выбрали сюда итальянскую холодильную установку компании за ноте модели 020 работающие как на охлаждение так и на на обогрев ее возможности хватит для того чтобы здесь обеспечить температуру перевозки плюс 2 плюс 8 градусов на этом объеме при положительных температурах выше 30 35 градусов цельсия а для того чтобы в этом отсеке поддерживалась температура плюс 2 плюс 8 в тот момент когда на улице зима и отрицательная игра температуры свыше минус 25 градусов мы дополнительно по требованию нашего заказчика установили независимый отопитель фургона сопла этого отопителя располагается в передней стенке они красиво убраны и спрятаны сам отопитель располагается в кабине до утепления внутренний объем нашего фронта составлял 5 кубов после утепления у нас получилось здесь полезная длина 186 сантиметров полезная ширина по от стенки до стенки получилось 144 сантиметра а полезная высота внутри не по проему а именно внутри отсека получилось 124 сантиметра если взять и перемножить это порядка 3,3 кубов внутреннего объема но за счет того что есть еще и арки присутствуют то можно рассчитывать где-то примерно на 3 куба внутреннего объема расстояние между арками у нас составляет 112 сантиметров имейте это ввиду при выборе этого автомобиля и просчете полезного объема для вашей продукции довершает все наше великолепие специальные шторы из силикона которую мы вешаем на заднюю часть нашего грузового отсека над проемом выглядит он и вот таким образом специальная гребенка клепается сюда и в эту гребенку все это дело вот так вставляется мы стараемся делать перекрытие 30 процентов что рук шторик но по вашему желанию это можно сделать и больше если это вам необходимо имейте это ввиду конденсорная часть холодильника устанавливается на крышу другого варианта у нас к сожалению нет поэтому только так пульт управления холодильной установки расположен в кабине водителя с левой стороны на торпеде очень удобно очень читабельный и информативный ну что каков итог по нашему французу марка присутствует давным-давно peugeot эксперт модификация которая поставляется в россию виде грузового исполнения а также виде пассажирского наша версия peugeot эксперт в колесная база короткая отсек грузовой на 5 кубов есть версии на 6 кубов есть версии на 7 кубов после утепления из 5 кубов полезного объема остается примерно около трех кубов учитывайте это когда такой автомобиль рассматривайте мы подготовили этот автомобиль и для перевозки медикаментов со строгим поддержанием температуры плюс 2 плюс 8 круглый год дополнительно установили независимый отопитель внутрь фургона сохранили кондиционер поставили регистратор температурных данных с ли с лентой отчетом с возможностью ее распечатки гарантия на наши автомобили два года без ограничений по пробегу межсервис интервал 20000 километров на автомобиле устанавливается турбированный дизельный двигатель объемом либо 1 и 6 литра и мощностью 90 лошадиных сил либо двухлитровый турбированный дизель мощностью 120 лошадиных сил передний привод механика два пассажирских места плюс место водителя нормальный хороший интересный автомобиль при этом полная масса автомобиля составляет две тонны 661 килограмм если эксплуатировать это этот автомобиль в пределах москвы тонн к сожалению не попадает во все эти нововведения связанные с полной массой менее двух с половиной тонн при этом грузоподъемность автомобиля менее тонну эксплуатировать этот автомобиль можно в пределах всей москвы без ограничения b категория но учитывайте наши наши тут новое введение грузовой каркас если по этим параметрам автомобиль вас устраивает я рекомендую обратить на него внимание автомобиль этот получился примерно и стоимость около двух миллионов рублей если есть ваши пожелания если есть ваше дополнение и ваша специфика перевозки мы обязательно учтем и подберем для вас наиболее оптимальный вариант для этого автомобиль для доступен для покупки также в кредит в лизинг за наличные либо по безналу друзья товарищи и окончательно замерз с вами был сухин кирилл до новых встреч в теплое время года пока в модельном режу в модельном режу пишет режу в модельном режу это все мороз